Шалом всем! Сегодня мы будем обсуждать вместе, как написано, правосудие, суды и, может быть, кардинальная разница между нашими еврейскими, еврейским судом и всеми остальными судами. И когда я говорю еврейские суды, это имеется в виду суды, которые судятся по тому, что у нас написано уже 3300 лет назад, было дано нам Богом. И я должен подчеркнуть это, что эти суды, то есть эти законы, они актуальны всегда. Если законы, которые человек решил судить, определился какие-то законы, потому что требовалось это в том времени, в той ситуации, и, может быть, это поменяться, законы Торы, они вечные и они тоже, можно сказать, они гибкие, в том числе, не то что гибкие они меняются, не дай Бог, потому что Тора никогда не меняется, но она покрывает все случаи и все нюансы и личные, и семейные, и народные, и международные. Она покрывает все. Это законы Торы. Это первое, может быть, самое такое простое, которое, можно сказать, разницу между законами Торы и законами, которые существуют вообще во всем мире. Но я хотел сказать более что-то глубже. Мы, как учили с вами в прошлой неделе, в прошлой неделе мы видели большое-большое божественное Синайское откровение. Как Всевышний, в общем, общается с нами, Всевышний говорит о том, что я Бог, который вывел от тебя из Египта. Он говорит, что запрет верить в другие бога, другие силы, шаббат, уважение родителей, непролюбодействие. Все законы, которые были очень важные, божественные, высокобожественные, которые даны были нам на горе Синай, в Синайском откровении. И вот сегодня мы будем читать в нашей недельной главе. И вот законы Эл-Ла Мишпатин, эти законы, которые дал нам Ашерта Симли Фнегем. Да, которые законы, которые ты поставь, пожалуйста, перед ними. Это очень интересно, почему написано и эти законы, и эти законы. Так великий Ращи, комментатор Ращи говорит, знаешь, почему написано буква ВАВ, и эти законы. Это говорит о том, то, что ты не подумай, что законы, которые были при Синайском откровении, это одно. А эти законы – это что-то другое. Так же, как и те законы были даны Богом нам, так же и эти законы даны Богом. А задается вопрос, а почему я мог бы подумать, что эти законы не даны Богом? Очень просто. Потому что законы, как шаббат, ну, это понятно, что это дано Богом. Потому что как мы могли сами придумать, что нам разрешено или что нам запрещено в субботу? Это мы никак не могли бы сами придумать. Или вера в Бога, что это идолопоклонства какие-то и так далее. И много всяких законов, потому что понятно, что это законы, которые связаны между нами и между Богом. Но то, что касается создавать, чтобы была система судебная в народе, это не связано с Богом. Причем здесь Бог. Это для того, чтобы был порядок в мире и чтобы не было, не дай Бог, каждое дело, что он хочет. Поэтому установили эти законы, причем здесь всевышнего, причем здесь божественное. Мы видим, что другие народы, это нормально, это может быть даже не нормально, это одна из заповедей, чтобы были суды у всех народов. Потому что без этого будет серьезный панаган, как у нас говорится. Когда мы приходим и говорим и эти законы, о чем идет речь? Так я хочу сказать, мне кажется, глубокая мысль, глубокая вещь, которая кардинально отличается от законов наших, еврейских, и законы, которые существуют в другом мире. Не то, что законы, не законы, а суды, я бы сказал. О суды. В чем это разделяется? Так Араф Кук в нескольких местах, он пишет удивительную вещь. Он говорит, что, например, наказание, наказание за что-то. Например, человек провинился, сделал какие-то неправильные шаги. Смотрите, вообще про законы, которые мы говорим в скобках, я, может быть, не в скобках, надо это сказать. Все законы, которые мы будем читать, да, эти законы действительно такие обыкновенные. Если я ущербил имущество чужого, если я ущербил тело другого, если я обидел кого-то, понимаете? Если я там, мое имущество, там мой бык или ущербило кого-то, это, казалось бы, какая разница, если это будет через Бога или люди будут каким-то образом устанавливать эти законы. Говорит Араф Кук, очень интересно. Не то, что интересно, очень важно. Если мы посмотрим, если вот наказание за то, что кто-то причинил ущерб, имущественный ущерб кому-то, бывает. Либо украл, либо, я знаю, там машина ударила другую машину, либо куча всяких вещей, да, либо человек ущербил там, не заплатил долг кому-то. В общем, всякие моменты, или там проблемы, которые там человек залил другого или что-нибудь такое. И, конечно, есть разница, если ты делаешь это умышленно, неумышленно. Все это разбирается как и в обыкновенных нееврейских судах, так и в еврейском божественном суде. Да, когда я говорю еврейский суд, это божественный суд, то есть да, с Богом. Я повторюсь еще раз. Но есть разница. Например, кто-то ущербил кого-то, украл, так и надо наказать того вора, того, который ударил кого-то или ущербил имущество чьего-то. Так я вот сейчас, мы приходим и говорим, надо его судить. Говорит Аравкук, в человеке заложено, почему надо его судить, почему его надо наказывать. Говорит Аравкук, это зависит, почему надо наказать кого-то. Это зависит от хорошего, правильного качества того человека, который хочет наказать того, который ущербил меня. Это зависит от сознания, что нельзя делать какую-то несправедливую, неправильную какую-то вещь. И человек, который делает несправедливо что-то, надо его наказать. Чтобы вот это сознание, чтобы мы не хотим, чтобы существовало какая-то несправедливость, какое-то зло, какое-то неправильное, некошерное поведение. И поэтому мы наказываем. Это первый взгляд, это взгляд один. Это хороший взгляд. Второй взгляд, смотрите, что пишет Аравкук. Второй взгляд приходит от царут айн. Царут айн – это плохое качество человека. Это иногда может быть как зависть. Это иногда как может быть как того, то, что тебе вот почему он мне это сделал. Он меня ущербил. Он мне причинил какое-то страдание. И у него нет права это делать мне. Слушайте внимательно. У него нет права. Потому что чувство мое. Чувство я и хазака у мегушены в БНЩУ. Это чувство, оно такое великое. Обратите внимание, почему я хочу его наказать. Не потому что я стремлюсь, чтобы этот мир был добрее. Чтобы этот мир был лучше. Чтобы этот мир было больше света. А потому что он меня оскорбил. Он меня ущербил. Он меня взял у меня что-то. То есть, с одной стороны, да, он, конечно, это очень плохо, что он это сделал. Но меня интересует я. Не интересует вообще вот это божественное, то, что мы хотим, чтобы оно существовало и было. А это то, что меня интересует. Кен. Арацион. Первое. Да. Первое. Я не хочу, чтобы была несправедливость. Кен. И я хочу, чтобы было действительно. Весь мир, не только в этой ситуации, был более справедливый и более правильный. А второе, то, что интересует, это только интересует меня эгоистические всякие, в общем, стремления, эгоистическое мировоззрение. И то, что, слушай, ты веди себя как хочешь. Делай, что хочешь. Лишь бы, чтобы ты не ущербил меня, мое имущество, мою семью, мой народ и так далее. Живите, как хотите. Это самое ужасное. Когда мы говорим про божественное взгляд, мы смотрим это совсем иначе. Поэтому я вам хочу сказать, даже иногда бывают законы одинаковые. Законы Торы и законы абсолютно светские. Но категорически запрещено ходить и судиться в светском суде. Почему? Потому что корень, как я сказал, он абсолютно кардинально отличается. Это важно. Знаете, я бы хочу сказать то же самое с точки зрения, когда существуют между государствами какие-то проблемы. Тоже между государствами. Есть иногда человек это делает, почему? Не потому, что он хочет, чтобы была справедливость. А потому, что как он задел мое достоинство. Ну, как это мы должны и так далее. Здесь не говорит какая-то справедливость, какая-то милость, какое-то добро, которое я хочу сделать миру. У еврейского народа все наши, все, что существует, наши, те, которые мы не только боремся, потому что нас задели, потому что нам причинили зло. А мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы мир в общем был добрее, был справедливее, был качественнее. Потому что это миссия еврейского народа. Потому что когда Всевышний избрал еврейский народ от нашего отца Аврагама, потом Ицхака и Якова, потом Двенадцать колен и так далее. Вот это именно была цель, как летакен олам в Малхут Шадай, исправить этот мир в Малхут Шадай. Кстати, я вам хочу сказать, например, Авраам Авину, когда у него, он пришел в претензию к Авимелеху, когда у него украли колотца. Представляете, у Аврагама украли колотца. Так что он должен был прийти к Авимелеху, царь, пожаловаться? У меня украли колотца. Что происходит? Колодца у меня украли. Нет, ну так не говори. Что он говорит? Я вам не что. Он приходит, он говорит, слушай, твои рабы украли колотца. Это не имеет значения, я здесь не в теме вообще. Но как это может быть вообще? Существует вот это воровство в мире. Это надо исправлять. То, что украли у меня, конечно, это ужасно. Меня украли, да? Но его претензия в Торе, а ла шер газлю, это бейро. Там не написано ни слова у меня этого взяли. Это первое то, что очень важно я хочу сказать. Это млятакен уолам. Но может быть еще один момент. Есть очень интересный источник. У нас в нашем талмуде. Неписано. КОЛЬ ДАЯМ Вот этот ДАЯМ, вот этот судья, который судит правильно, то есть по нашим законам, по тем законам, которые у нас написано в Торе, в Талмуде, а потом в наших святых книгах Шухан-Арухе и так далее. Он судит, поэтому он встает партнером Бога в творении мира. Можете представить себе, какая связь вообще? Это, понимаете, просто так сказать, что он встает таким крутым, встает партнером в творении мира. Ну, хорошо. Это такой комплимент человеку, который, в общем, судьям, который судит. Ну, у мудреца не бывает просто так высказывания. Такого не бывает. Если они говорят, что он встает партнером, значит, это по-настоящему он встает партнером. Это не просто какие-то слова, которые хотят его, знаете, прибодрить. В Торе такого не бывает. И надо понять глубину вот этого высказывания. В чем партнерство? Так я вам хочу объяснить. В Торе написано, да, написано у нас в Торе. Давайте почитаем, что у нас написано в Торе. С самого начала. Берешит Бара Элогин, это Шамайин Вет Ахрец. Что происходит? Берешит, да, Всевышний, создал мир, это Шамайин Вет Ахрец. Всевышний, создал мир, небо и землю. Целый хаос был, да. То есть, что написано в Торе, и так говорят нам мудрецы Кабалы, что Бог, он сотворил этот мир с самого начала, небо и землю, и все, что существует, и был огромный балаган. Огромный балаган. То есть, в первое же творение мира, Кэн, в первом творении мира, Всевышний все сотворил, все сделал, но не было порядка. Был балаган. Так написано. Потом Всевышний каждый день начал сделать порядок, разделил, там, я знаю, свет от тьмы, должен быть порядок. Разделил верхние воды с нижними водами, там, суша, потом, как животные, там, светило и так далее. Все, 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 все. Это происходило потом в процессе. То есть, было ничего, фактически не было, да. В самом начале произошел вот этот балаган, да. А потом постепенно, что есть постепенно, шесть дней творения, Всевышний сделал порядок. Так это написано, что Ха-Ашем, Хе-Эля, он, скажем так, он возвысил этот мир с мира хаоса на мир исправления. Это то, что происходило. То, что происходило. И задается вопрос, Всевышний действительно, он все совершил, все, Всевышний закончил, все и уже все готово. Нет, написано, что Всевышний дал возможность нам, каждому человеку в мире, да, идти и исправлять этот мир больше и больше. Как мы в Кидуши говорим. После того, как Всевышний как будто сотворил этот мир весь, потом там написана уникальная фраза, да. Там написана уникальная фраза, что Всевышний сотворил этот мир ла асот. Что Всевышний создал и все. Зачем там написано вот это слово «делать» ла асот. Ла асот, а-а-а, Всевышний нам говорит, слушай, я создал этот мир. Но ты думаешь, да, если все исправлено, все сделано, ты должен тоже этот мир улучшать. Улучшать. И человечество действительно улучшает этот мир наукой, придумывает всякие вещи и так далее. И так же этот мир должен быть улучшаться и улучшаться с точки зрения морали нашей. Поэтому, когда существует, обратите внимание, глубокая мысль, но очень важная, важная мысль. Когда существует какая-то проблема, какая-то ссора, какая-то, я знаю, там, отношение бизнеса, которые люди-бизнесмены между собой что-то, ссоры какие-то, ущербы какие-то. Так это говорит, что мир неисправлен. Это говорит, этот миру требуется исправление. Это нормально. А как этот мир должен был быть исправлен? Так же, как и Всевышний, был о лан-тоу, был о мир хаоса. И надо было это все исправлять. Так же и мы. В этом мире Всевышний спустил божественное Тору и говорит, вот когда существует вот это еще неисправлено. Существуют какие-то проблемы и в морали, и в каких-то отношениях между людьми. Как это исправляется? Вы это, люди, исправляете. И поэтому ты стоешь партнером Бога. Потому что Всевышний хочет исправить этот мир, чтобы был лучше. Так это как раз продолжение того, что мы начали говорить. Что наше отношение, это не просто исправить какой-то момент сейчас из-за эгоистической моей проблемы. А мир пусть живет, как живет. Меня это не интересует. Лишь бы меня не трогали. Нет, это не исправление. А мы должны исправлять этот мир. Исправлять в том, то, что наоборот, то, что Тора приходит и говорит. Да, это считается исправлением, и этим мир улучшается. Это очень важный момент, что о том он говорит, что действительно Маккор, источник нашего закона, он источник божественный. И ты стоешь партнером Всевышнего. Потом я вам скажу, я давал этот пример очень часто. Я слышал это от моего друга. И это очень актуально в нашей жизни. Очень актуально. Потому что, поймите, закон, он всегда, или справедливость, точнее скажем, справедливость, что справедливо и что несправедливо, это очень часто зависит от мировоззрения, от воспитания, от каких-то желаний. От этого зависит, справедливо это или несправедливо. Очень часто. То есть справедливость, она не абсолютная. Вот возьмите сейчас тоже нашу войну. Есть такие, которые, война, которые на нас нападают, уничтожают, убивают. Самое справедливое это то, что есть. Ну, конечно, сейчас у нас нет времени об этом так говорить подробно. Самое справедливое. А есть такие, которые нас набрали. Это ужасно, это несправедливо. Как может быть такое? Если это что-то связано с головой, связано с каким-то сознанием, связано с умом, который человек пользуется с ним, я надеюсь. Как это может быть? Некоторые говорят, это максимально справедливо, то, что мы делаем. То, что мы воюем, уничтожаем. Вот это зло. А есть такие, которые говорят, ой, какой ужас, как несправедливо. Это вообще уже нацистов. Ну, как это может быть такое? Я вам расскажу, как это может быть такое. Я слышал один раз притчу от одного из моих друзей, который сказал, представь себе, приходят некие визиры. Визир с сыном своим и говорит, пойдем к султану. Я хочу тебе, в общем, ты, знаешь, султан, он великий султан, и я визир. У меня мой папа был визир, дедушка был визир и так далее. И ты будешь визиром. Поэтому я хочу тебе дать небольшой урок. Вот первый урок, как правильно быть визиром. Ну, они пришли, и он говорит, ой, как хорошо ты пришел, султан, говорит этому визиру. Как хорошо ты пришел. Я прям ждал тебя. Он говорит, да, пожалуйста, что у вас, великий султан, какое у вас пожелание, вопрос. Он говорит, я вот очень, вот мне очень хочется баклажаны. Прям вот очень хочу баклажаны. Как ты считаешь, это баклажаны, это хорошо или плохо? Папа, говорит ему визир, слушайте, великий султан, если вы хотите баклажаны, нет, лучше баклажан. Баклажаны можно жареные, баклажаны можно маринованные, баклажаны можно на огне, разными опциями. Конечно, конечно, вы хотите баклажаны, нет, лучше баклажан. О, большое тебе спасибо. И султан засыпает. Они ждут сына. Султан просыпается и говорит, ты знаешь, я вот подумал, и у меня что-то изжога только от того, от мысли, что от баклажан, у меня изжога от этого. Что скажешь, великий султан, врагам вашим я желаю, чтобы ели баклажаны, животным, чтобы ели баклажаны. Неужели вы думаете, что вы должны кушать баклажаны? Ни в коем случае это вам не надо. Ой, султан им говорит, я знал, что я могу на тебя полагаться. И они с сыном выходят. Сын спрашивает отца. Папа, объясни мне, что здесь происходит? В ситуации баклажаны, султан, хочет баклажаны, не хочет баклажаны. И в конечном итоге ты можешь мне объяснить, баклажаны – это хорошо или плохо. Что у нас происходит, я еще не понял. Ой, сынок мой, ты прошел сейчас первый урок, как быть визирем. Что значит папочка, говорит сын визира. Он говорит, слушай, если султан хочет баклажаны, ты ему должен объяснить, почему это хорошо. Но если он этого не хочет, ты должен объяснить ему, как это плохо и ужасно. Уважаемые, весь наш мир и мы тоже такие же, как этот султан и как этот визир. Что значит? Султан – это наши желания, это наши страсти, это наше мировоззрение. А визир – это наш мозг. Если мы что-то хотим, и если у нас есть такое представление, наш мозг будет работать так, чтобы одобрить любое наше желание. Хотим и баклажаны. У нас будет тот визир, тот мозг, который скажет нам, как это прекрасно. Хотим мы сказать, что евреи и то, что делает арма обороны Израиля, это самое ужасное. Так найдутся самые умные люди, которые это все сделают и все тебе скажут. А где же по-настоящему истина? Если истина, где же закон абсолютный? Потому что наш мозг, человеческий мозг, он такой блестящий, он может что хочешь тебе сделать и сказать. Поэтому часто всяких, в скобках я хочу сказать, всяких каких-то там, я знаю, там спорах, каких-то и так далее, иногда ты чувствуешь, что ты как будто без толку все. Потому что если человек что-то хочет, у него это заложено, вот это желание, вот этой страсти, ничего тебе не поможет. А где же абсолютное что-то? Это только что-то божественное. Божественное, если это написано в Торе, так ты желаешь, не желаешь, хочешь. Это не имеет никакого отношения, не имеет никакого... Есть что-то конкретное, абсолютное. Это, конечно, большая разница между, как вам сказать, моралью истиной, которой была вот эта мораль даже, была дана на горе Синай еврейскому народу, и мораль, которая придумывается с людьми. Люди, которые придумывают мораль. Иногда эта мораль, она может быть действительно правильно, добрая и хорошая, а иногда она может меняться. Фашисты тоже, у них была большая мораль. Какая у них была большая мораль? И они это преподавали, это уничтожение евреев, цыганых, больных, инвалидов и так далее, омусексуалов, это считается великая мораль. Еще как они и пользовались своей головой, своей блестящей головой, чтобы доказывать, что это самая большая истина. Если не существует морали абсолютной болезни, абсолютной, не болезни, а абсолютной божественной морали, и, конечно, не дай бог, не дай бог, это может привести к самым ужасным последним, как мы действительно видим, не только тогда, и сегодня в наше время тоже, мы это видим по-настоящему. Обратите внимание, тоже Ращи пишет в конце прошлой недельной главы, в конце прошлой недельной главы, мы, там было написано, было закончено про Миздеях, то есть было Синайское откровение, как Мушарабейну поднимается, еврейский народ пока еще в нашей недельной главе, когда говорят эти законы, они стоят у подножия горы Синай, как будто Синайское вот это откровение, вот это явление, оно продолжается и продолжается, несмотря на то, что Мушарабейну поднялся на гору Синай, да, и там написано про Миздеях, про жертвенников, и сразу после этого идут наши законы и эти законы, которые ты поставишь перед ними. Какая связь между жертвенником и этими законами? Пишет Ращи, великий комментатор Ращи, что есть связь там, где жертвенник, то есть там, где храм, храмовая гора, там, где у нас бета-микдаш, святой дом еврейского народа, там у нас должен быть самый верховный суд Санедрин, находится там. Поэтому это написано самух, поэтому это написано друг с другом. Какая связь? Связь очень простая, чтобы мы не перепутали. Потому что иногда ты можешь прийти и сказать, что храм, там жертвоприношение, близость к Всевышнему, присутствие божественности, которая находится в храму, это святое. А эти законы, там, я знаю, один ударил другого, один там сбил кого-то, эта корова чья-то забодала другого, или что-нибудь такое. Причем здесь святость? Нет, это тоже самая святость. У еврейского народа никакой разницы между вот этими нету. Храм и вот эти законы. Законы, которые они должны быть вместе. Ашертосим Это очень важный момент. Еще один момент, который я хочу вам сказать, что кардинально отличается наш закон от других законов. Это, интересно, очень пасук. Очень пасук у нас в нашей главе, если кто хочет записать, это 30. Книга Шмот, 23 глава, 7 стих. 23 глава, 7 стих. Сейчас я. И написано там следующая вещь. Я вам читаю. Кроме всяких вещей, которые там написаны, написано так. Мидвар шекер тирхак. Надо удаляться от лжи. А потом написано в этом пасуке Венакива цавик аль тагарук. Наки. Это человек чистый, праведник. Не убивай его. Здесь идет речь про судей. Судья, которые судят. И иногда за какие-то моменты надо казнить человека. когда есть моменты, которые, не дай бог, есть, которые, есть, в общем, закон, который наказывает таким смертной казнью. Так Тора приходит и говорит, Венакива цавик аль тагарук. То есть, человек на киеве цавик не убивай. Знаете, большой, большая новость, что судья, праведнику нельзя, не надо убивать. Скажем, это не просто, потом дальше. Тора пишет дальше. Кило ацдик раша. Потому что я не оправдаю злодея. поскольку очень сложный. Не убивай праведника, потому что я не оправдаю злодея. О чем идет здесь речь? Смотрите, что пишет Раши. Пишет Раши. Это ни в каком суде мире такого не бывает. Здесь у нас написано тоже, кроме того, что мы говорили, еще одна кардинальная разница между судьями и судебным процессом, который существует у еврейского народа, то есть Торы и всех остальных судей. Напишет Раши так, очень важно. Если здесь идет речь, судья судят, и судья обвинили кого-то в убийстве, я не знаю, в чем-то, обвинили его. Хаяф. Но приходит один свидетель и говорит, да, вы правда обвинили его, вы сделали его виновным, но сейчас вдруг у меня есть какое-то доказательство, у меня есть новый материал, который может оправдать его. Мы опять собираемся для того, чтобы давайте опять взвесим, продумаем, выслушаем. приходит, нам Тора говорит, Махзирино то, Тальмуд, Махзирино то, да, надо опять, в общем, несмотря на то, что мы уже решили наказать его смертной казни, но если есть у нас какое-то доказательство, мы его не убиваем. Это то, что здесь написано. не убивай его, потому что сейчас у нас есть какое-то новое доказательство. Замечательно. Несмотря на то, что я бы сказал, что он цадык, я бы сказал, что он такой праведник, потому что в раввинском суде было принято решение его казнить, он не такой праведник прям. Тем не менее, есть какая-то заслуга, опять мы повторяем, потому что он чистый, несмотря на то, что понятно, тот человек, который судья решили его казнить, по-любому он не может быть такой цадыки великий, праведник и такой чистый, но он чистый от смерти, поэтому этого не делает. Надо тебе его каким-то образом, не каким-то образом, тем, вот эти доказательства, которые пришли в раввинский суд, ты должен его оправдать. Уминайли Йоцебе бэддин закай. Сейчас вторая ситуация. Если есть человек в суде, его оправдали. Он невиновный, оправдали его. Все, оправдали. Можешь идти домой. Приходит некий человек, говорит, нет, у меня есть материал, который говорит, что он убийца. У меня есть новое доказательство, какое-то ДНК я нашел, или что-то там, так далее, что-то, новое что-то. Как быть в этой ситуации? Эн Махзерин. В этой ситуации все. Если раввинский суд сказал ему, иди домой, мы уже решили, что ты невиновный, ты уходишь. Как? Ну есть же новое доказательство. Всевышний поговорит. Тальмуд ломар вецадик алтарок. Вецадик шиниф тадек бебедин. Да, я его не убиваю, да, потому что я ему сказал идти. Но что ты думаешь, что у меня нет возможности его наказать? Я не оправдаю злодея. Если он злодей, не нужно лох зиром, כי они не отзвук бебедин. Я в моем суде не оправдаю его. Если он вышел с твоих рук невиновный, если шлюхим арбел адто бебеда шинь хайеба. У меня есть много посланников для того, чтобы он был убитым. Он был много посланников. Что-то машина его сбьет, или он упадет где-то, на него что-то упадет, что-то произойдет. Не переживай. Если ты сказал, это удивительно, как это может быть такое? Потому что наш суд, он вместе с Богом. То есть не переживай, я тебе сказал так вести себя. Это тоже удивительное, которое не существует ни в каком других, ни в каких других судах. Новый суд, заново судит и так далее. Если у нас нет, ты вышел, вышел. Если ты действительно злодей, Всевышний уже разберется с тобой, как это все решить. и может самое последнее, я хочу сказать, у нас мало времени, я должен самое последнее, что есть законы, но Тора тоже нас воспитывает в многих заповедях, которые написано в нашем недельном главе, быть чувствительным. Да, может быть по закону ты прав, действительно ты прав, но надо быть чувствительным. Я дам пример. пример, который Тора нам пишет тоже в нашей недельной главе. Например, я кому-то одолжил денег, да, одолжил денег, но я хотел взять у него залог, нормально, взять у него залог, у этого человека, который, я ему дал денег, он взял у меня деньги, я хочу залог, нормально. Приходит Тора и говорит, да, но если это залог, который он тебе дал, он дал тебе, так я знаю, он покрывается с ней ночью, он одевает ее, это его пижама, верни ему ночью, чтобы он спал в ней, потому что как он будет спать ей? Как? Я же прав, это же я взял и так далее. Да, он же бедный, он же бедный и Всевышний, даже когда все справедливо кажется тебе, по букве законы сто процентов, все нормально, но когда ему плохо и он будет кричать ко мне, просто потому, что ему плохо, ты будешь тоже виноват в этом. В каком суде это существует? И говорит нам Ращи, тоже удивительно, Ращи в нашей недельной главе говорит, мы тоже часто обязаны Богу, наша душа каждая ночь, когда мы идем спать, идет к Всевышнему и Всевышний говорит нам, слушай, в принципе, ты мне обязан, ты то не сделал, то не сделал, что мы такие прям цадыки, я же тебе возвращаю душу опять, тот залог, который ты мне дал, будь любезен, будь тоже таким. То есть, здесь во многих заповедей, которые написаны, требуется чувствительность, не от судей, только от тебя, просто от человека. Иногда человек даже своей женой, иногда он может что-то поссориться или что-то, какая-то, но я же прав, это же логично, то, что я говорю, да, ты прав, будь чувствительна. Это то, что требует от нас Тора. Так что, есть еще много, что говорить, много, что это, но мы должны закончить здесь. Окей, большое спасибо. Очень маленький вопрос, можно? Пожалуйста. Он как бы больше технический, но, наверное, он не совсем технический. Вызывает удивление, да, что весь раздел Мишпатим, он начинается с описания рабства, наказания за рабство и так дальше. А дальше все идет как бы вполне логической, как нам представляется, да, то есть начиная с самого сильного убийства, потом идет ущерб бегов, то есть как бы телесные повреждения, потом имущественные и так дальше. И вот то, что в начале вдруг как будто это разбивает всю последовательность рабства, которое, ну, как сейчас, как представляется или как говорится, это одна из тем, которая представляется менее актуальной сегодня, скажем. Почему начинается именно с рабства и только потом начинается перечисление всего, начиная опять же с убийства? Да, совершенно верно. Действительно, наша недельная глава начинается от рабства. Да, я думаю, что она начинается от рабства, потому что раб, в принципе, раб, у него нет никакого права на имущество. Не существует у раба имущества. Все, что приобрел раб, приобрел его господин. Нету Мажекана Эветка на рабу. И поскольку мы здесь сейчас выходим из Египта, да, и мы прекрасно понимали, что такое рабство в Египте, и вдруг у нас тоже будут моменты, которые у нас будут рабы, и это нормально. Не сейчас я буду говорить об этом, потому что у нас наша ассоциация рабства это что-то ужасное. В еврейском мире рабство это абсолютно не ужасно. Это наоборот. У нас мудрецы говорят Это квиют. Да, это как будто он купил себе господина, а не купил себе раба. Наоборот, это человек, который, например, совершил что-то, воровство какое-то, у него нет денег вернуть это. Вместо того, чтобы он сидел в тюрьме и стал еще хуже там мошенникам и ворам, он, наоборот, в семье, приличной семье, он там живет, его там наблюдают над ним и так далее. Наоборот, были многие рабы, которые, наоборот, хотели остаться, его могут поженить там и так далее. У него идет какое-то исправление, исправление, потому что он не просто так стал вором и так далее. Но это не об этом. Но здесь нам хотят подчеркнуть, да, вот сейчас у тебя есть имущество, сейчас у тебя есть возможность, у тебя тоже было. Уважаемый, ты привык, как относятся к рабу, как с ним разговаривают, как с ним это. Самое первое, то, что приходит нам Тора говорить, твое отношение, твое отношение к рабу, твое отношение к человеку и так далее, это тоже кардинально отличается наше отношение с нашими подчиненными, с нашими людьми, с которыми мы работаем. Это не то, что он должен, он работает на тебя, так ты можешь с ним обращаться как хочешь. А есть четкие вот эти правила. Может из-за того, что мы были рабы, это подчеркивается первое. Окей. Спасибо огромное. Ну хорошо, тогда мы на этом закончим. Шавуотов, сурот туот, хороших новостей, утешительных новостей. Всем счастливого и до свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Пока. Пока. Пока.